Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Соглашение о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-ресурс-1» и китайской миссией исследования полярной области Луны «Чанье-7». Определены 20 финалисток отбора на главную роль в совместном научно-просветительском проекте Роскосмоса и Первого канала под рабочим названием «Вызов». Его съемки частично пройдут и в космосе. Всего на конкурс было подано около 3000 заявок. На следующем этапе отбора финалисток ждет медкомиссия, которая начнется в этом месяце. Она и определит, кто из девушек полностью соответствует критериям, необходимым для полета в космос. Как заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, двум актрисам, которые будут выбраны для проекта, придется посвятить ему год. Это история про то, как молодая женщина, которая не планировала отправляться в космос, через месяц в силу обстоятельств должна оказаться на орбите. Старт съемок запланирован на октябрь. Вместе с актрисой на МКС планирует отправиться и режиссер фильма Клим Шипенко. В Талис-Олене «Спейс» проведены одни из ключевых испытаний по российско-европейскому проекту «Экзомарс-2022». Перелетный модуль, десантный модуль, посадочная платформа «Казачок» и марсоход «Розалинт Франклин» успешно прошли испытания на динамическую балансировку. Во время тестов составной аппарат и десантный модуль были подвергнуты вращению со скоростью до 30 оборотов в минуту, что соответствует центробежному ускорению 2G на внешнем крае аэродинамического экрана десантного модуля. Во время перелета к Марсу космический аппарат будет вращаться со скоростью чуть меньше 3 оборотов в минуту для его стабилизации на перелетной траектории. Сбалансированность важна для поддержания наведения антенны на Землю и возможности обеспечения устойчивой радиосвязи. Скоро испытательный макет переедет на площадку в Центре управления марсоходом, имитирующую местность Красной планеты для отработки команд движения и других функциональных испытаний. Марсоход «Розалинт Франклин» устанавливается на посадочной платформе «Казачок». НПО «Лавочкина» является разработчиком и изготовителем посадочной платформы и десантного модуля миссии «Экзомарс-2022». 9 марта в день рождения Юрия Алексеевича Гагарина представители госкорпорации «Роскосмос» возложили цветы к кремлевской стене месту упокоения первого космонавта планеты Земля. Юрий Гагарин родился в 1934 году в деревне Клушино, Смоленской области, в обычной крестьянской семье. 7 марта 1960 года Юрий Гагарин в числе 12 молодых летчиков был зачислен в первый отряд космонавтов. В январе 1961 года старший лейтенант Гагарин приступил к подготовке к первому пилотируемому полету космического корабля «Восток» вместе с Валерием Быковским, Григорием Нелюбовым, Андрианом Николаевым, Павлом Поповичем и Германом Титовым. 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый полет в космос, проложив для человечества дорогу к звездам. Этот смелый шаг повернул ход истории, взбудоражил умы и сердца миллионов людей, дал мощнейший импульс развитию науки и техники. В городе Гагарин Смоленской области торжественно открылись 48-е общественно-научные чтения, посвященные памяти первопроходца космоса. Они ежегодно стартуют на малой родине Юрия Гагарина 9 марта, в день его рождения. Мы, гагаринцы, испытываем особое чувство гордости, что первым космонавтом планеты стал наш земляк. В научной программе чтений «История пилотируемой космонавтики», «Опыт, проблемы, перспективы освоения космоса» и другие направления. «Напоминают ветераны, может быть, или рассказывают какие-то детали, которые не попали ни в какие-то официальные источники, какие-то новые веяния, смотрятся, может быть, старые события, может быть, новая информация или какие-то новые технические достижения, позволяют немножко по-другому взглянуть, как это можно будет делать что-то в будущем. Поэтому это такой хороший обмен ветеранов и молодежи, молодых ученых, молодых космонавтов». «Здесь такая традиция, что коллеги, которые возвращаются из космоса, они что-то говорят здесь, в Гагарине, на дне рождения Юрия Алексеевича. Ну и я отметил то, что было интересно, то, что было необычно в моем крайнем полете». В открытии гагаринских чтений приняли участие космонавты Центра подготовки полетов. Они возложили цветы к памятнику Гагарина в центре города и посетили домик-музей первого космонавта в деревне Клушино, где прошли традиционные чаепития. «Мы очень благодарны тем людям, которые всегда поддерживают эти традиции и 9 марта приезжают сюда, на родину Юрия Алексеевича. И очень отрадно, что даже вот год, когда пандемия, когда практически все закрыто, что люди сюда едут. И поэтому низкий им поклон и слова самой огромной благодарности за то, что они помнят нашего Юрия Алексеевича». Чтения пройдут в смешанном формате. Доклады участников заслушают онлайн, а также вживую с соблюдением мер профилактики. Материалы конференции опубликуют в ежегодном гагаринском сборнике. Состоялась рабочая встреча генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с чрезвычайным и полномочным послом Арабской Республики Египет в России и Хабом Насром. Обсуждались текущие состояния и перспективы сотрудничества в области мирного космоса. Российская и египетская стороны видят высокий потенциал и большую значимость данной тематики. Также была отмечена приоритетность вопроса подготовки рамочного межправительственного соглашения по космосу. Его проект изучается египетскими специалистами. Международная группа астрономов опубликовала карту северного неба, на которой показано более 25 тысяч сверхмассивных черных дыр. Карта покрывает область всего одну 25-ю северного полушария, но уже является наиболее подробной картой звездного неба в области так называемых низких радиочастот. Астрономы планируют продолжать свою работу, пока не нанесут на карту все северное небо. Каждая черная дыра расположена в отдельной далекой галактике. Для создания карты ученые использовали 52 станции с антеннами Лафар, расположенными в 9 европейских странах. 5 марта астероид Апофис прошел на ближайшем за 8 лет расстоянии от Земли. Оно составило 16,5 миллионов километров. Апофис знаменит тем, что вызвал панику в 2004-м. Когда параметры его движения определили с помощью оптических телескопов, оказалось, что попасть на Землю он может с вероятностью до 2%. Размеры астероида около 350 метров в поперечнике, а масса — 80 миллионов тонн. Для нашей планеты в случае столкновения последствия могут быть чудовищные. В следующий раз небесное тело сблизится с Землей 13 апреля 2029 года. Пока, по предварительным расчетам, он пройдет на минимальной дистанции от нашей планеты 29 тысяч километров и окажется внутри орбит многих геостационарных спутников. Однако шанс столкновения приближается к нулю, и опасаться катастрофы не стоит. Китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» прислал новые фотографии поверхности Красной планеты. Отмечается, что два черно-белых фото в высоком разрешении были сделаны зондом на расстоянии от 330 до 350 километров от поверхности Марса. На них запечатлены небольшие кратеры, хребты и дюны. Диаметр самого большого кратера оценивается примерно в 620 метров. Самым ярким астероидом на ночном небе в 2021 году станет Веста. При условии ясной погоды небесный объект можно будет рассмотреть в простой бинокль в районе созвездия Льва. Блеск астероида достигает максимального значения шестой звездной величины. Веста – крупнейший астероид главного пояса, который уступает по размерам только карликовой планете Церера. Веста была открыта еще в 1807 году Генрихом Ольберсом и по предположению Карла Гауса получила имя древнеримской богини дома и домашнего очага Весты. Этот астероид самый яркий и единственный, который можно наблюдать при благоприятных условиях и достаточно темном небе невооруженным глазом. Марс в Тельце – красную планету, схожую со звездой Альдебаран, можно увидеть снизу под скоплением Плеяды, которая окутана голубой дымкой. Вверху – красноватая водородная туманность Калифорния. Там рождаются новые звезды. На этом снимке хорошо видна и межзвездная пыль, которая затмевает далекие светила на фоне. Автор – Петр Горалек. Туманность Вуаль или рыбачья сеть. Эту интересную композицию автор Минкси сделал с применением маски, которая скрыла все звезды на этом снимке. Вуаль – это древний остаток сверхновой, которая взорвалась примерно 7 тысяч лет назад. Радиус разлета вещества составляет 50 световых лет. Общее накопление сигнала составило 168 часов. Звезды над извергающимся сицилийским вулканом Этна. Снимок сделан Джузеппе Велло. Этна не только один из самых активных вулканов, но и самый крупный. Его основание занимает более 50 километров. Кроме звезд на фоне видны пролетающие спутники, а вот авиасообщение в этом регионе было закрыто, чтобы избежать пролета самолетов через опасные облака, выброшенные извергающимся исполином. Присылайте нам ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobaka.tv.roskosmos.ru И до встречи в среду в космической среде. Субтитры создавал DimaTorzok